Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире Финам.ФМ.Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня очередная программа. Мы назвали ее следующим образом. Пути развития российского банковского сектора на фоне глобальных проблем в экономике. Исходя из этого, предполагаем, что мы поговорим сегодня и о глобальных проблемах в экономике, ну и, соответственно, о банковском секторе. И хотелось бы о путях развития его сегодня тоже поговорить. Прежде всего, представляемые гостей в студии Анатолий Артюхов, член Совета Директоров, Федерал Финанс Групп. Добрый день, Анатолий. Добрый день. И Валерий Петров, финансовый аналитик, заместитель председателя правления Института развития финансовых рынков. Добрый день, Валерий. Добрый день. Уважаемые слушатели, мы сразу же начинаем наш разговор. И первый мой вопрос к гостям. Глобальные проблемы в экономике, которые оказывают влияние, ну, видимо, сейчас в основном негативные, на все процессы, да, все отрасли, если мы говорим о России, говорим о Европе, об Америке и так далее. Вот как их можно, а какие, точнее, основные проблемы можно выделить, если просто по списку пойти? Валерий, давайте. Да, давайте я попробую начать. Прежде всего, нужно оттолкнуться от того, что после кризиса, как такового, восстановление экономики не произошло, а, соответственно, все проблемы, они произрастают из одного корня, а именно из-за того, что то производство, на котором базировалась экономика до кризиса, оно не восстановилось, соответственно, та экономическая база, которая должна лечь в основу восстановления экономики мировой, она не создана, потому что я напомню, что перед экономикой, перед кризисом мультипликатор денежной базы и тех активов, которые якобы нужна была, соответственно, составлял порядка 25-27, сейчас это порядка 17. То есть мы понимаем, что необеспеченных денег очень много, и то, что мы сейчас видим, это не более чем передышка перед очередным кризисом, и вопрос лишь в том, какой он будет, взрывообразный, либо достаточно плавный. Почему я говорю про кризис? Потому что, к сожалению, те деньги, которые сейчас закачаны в экономику, как в Евросоюзе, так и в США, так и в остальных экономически развитых странах, они, к сожалению, пока только погасили часть проблем, связанных с ликвидностью. Но свою функцию перезапуска двигателя производства они не сделали. Почему? Потому что рейгономика, которая была основана на стимулирование потребления за счет дешевых кредитов, она второй раз не сработала. Люди настолько в долгах, что не могут себе позволить тратить еще больше, а, соответственно, производить не для кого. И это касается как производителей, ориентированных на физических лиц, так и для корпоратов. Ну, это вот в общих чертах, что называется, да, мы говорим о неких глобальных проблемах. Ну, очевидно, что Россия часть глобального мира, хотя у нас, да, мы, так сказать, стараемся дистанцироваться всегда от того, что происходит вроде бы, да, вне предела, а у нас другая история. Насколько она другая, Анатолий, как ты считаешь? Вот очень интересный вопрос. Я бы хочу немножечко сказать с точки зрения истории. Нынешний кризис, который мы сейчас наблюдаем, Валерий сказал, что он уже прошел. Мне кажется, что еще не совсем он прошел. Он один из самых тяжелых. По какой причине? На мой взгляд, это первый глобальный кризис, из которого человечество пытается выйти без мировой войны. Все предыдущие глобальные кризисы, они, к сожалению, и заканчивались, и человечеству удавалось выходить из них очень тяжелыми потерями и последствиями. Так что вот дай бог нам всем в этот раз, чтобы получилось без вот таких тяжелых последствий, а все остальное, вот попытки, которые предпринимаются правительствами разных стран, они, к сожалению, никогда не видели прецедентов. То есть мы не знаем, правильно пойдет экономика, если мы сделаем так, или неправильно. Мы предполагаем, что будет хорошо. Дай бог, чтобы это было так. Россия с некоторых пор, она всегда была интегрирована в мировую экономику, просто сейчас она существенно больше интегрирована. И поэтому мы в полный рост наблюдаем и на себе... Если вспомнить последствия кризиса, восьмой год, начало девятого, все-таки наши власти достаточно уверенно говорили, что Россию-то в меньшей степени экономический кризис затронул. Такие основания были? Прежде всего хотел, как бы, ответить коллеге. Странно, если коллега меня понял, что я говорю, что кризис закончился, я как раз говорил, что наоборот, он не только не закончился, а будет еще хуже. Следующий. Вот, да. То есть он продолжается. Да, он продолжается. А вот что касается вашей реплики, здесь очень интересный нюанс. Действительно, наше правительство говорило о том, что вот мы, как никто, вышли хорошо из кризиса. Я напомню, что если посмотреть на цифры, а надо доверять только им, а не словам, то мы увидим, что в 2009 году ВВП нашей страны оказался отрицательным. И это было ниже даже, чем у таких наших коллег по БРИКу, как у... Там про Китай вообще не говорили, как у Индии, например, или там даже у стран, которые не входят в БРИК, даже хуже, чем у Мексики. Поэтому, к сожалению, выход наш из кризиса, он ни в коем случае не может быть назван удачным. Почему? Во-первых, он нам удался большой жертвой. Мы потратили практически все свои накопления, которые накопили перед кризисом. Второе. Так как у нас кризис не закончился, а, соответственно, политические процессы продолжаются достаточно активно, то, к сожалению, значительная часть денег, которые могла бы разработать Россия, пользуясь своей конъюнктурой, своим наличием хорошей выручки за нефть, за металл и так далее, мы все это тратим сейчас на социальные нужды. Опять-таки, обратимся к цифрам. Если мы посмотрим на бюджет 2012-2013 годов, удивительная вещь. У нас объем затрат, который идет на полицию, армию, он примерно равен тем затратам, которые идет на экономику. Что ж получается? Получается, что как бы... А я же не говорю про те затраты, которые идут на здравоохранение и остальные более важные социальные вопросы. Получается, что мы, стремясь поддержать порядок, стабильность и политическую систему, тратим очень большие деньги вместо того, чтобы развивать инфраструктуру. Здесь необходимо обратиться к миромовому опыту, как мне кажется. Те результаты, которые достигли те же Соединенные Штаты, планы Рузвельта, какая-то избыточная ликвидность, которая была у государства, была потрачена на инфраструктуру и дала огромный потенциал для развития экономики, к сожалению, у нас не используйте. Вывод простой. К сожалению, все то, что мы сейчас видим в России, оно является лишь следованием за экономическим развитием более сильных стран. А, соответственно, если мы все время будем идти в фарватере, то мы будем от них зависеть. Как в формате экономическом, так, к сожалению, со временем в формате политическом, чтобы мы это не предпринимали вопреки этому. А самое удивительное, что, вот я помню, в 2008 году, ведь фразы звучали и слова звучали очень правильные. Ура, случилось такое, мы сейчас все наши резервы и запасы потратим на развитие инфраструктуры. Исключительно подходящий момент. Сейчас настроим дорог, развитием инфраструктуры займемся. Россия сейчас в самом выгодном положении. И, в принципе, это было очевидно, да? Это было объективно так. Потому что кризис, это всегда некое дно, низкий старт, что называется, с которого как раз и есть возможность, так сказать... Не совсем так. Не совсем так. Мне кажется. Я не так давно был на проповеди, один священник, он выступал перед своими прихожанами, и спросил, как вы считаете, что такое кризис? Ну и потом сам риторический вопрос был. Он сказал, что он общался с каким-то философом, не помню его имени, и ему сказали, что кризис есть экзамен, проверка. Нельзя же сказать, что кризис это все, это табула раса и начинаем все заново. Нет, это проверка. Слабые становятся или сильнее, или погибают. Сильные выживают и становятся еще сильнее. И все зависит от того, слабый или сильный, в какую сторону пойдет. Это экзамен. Правильный сделаешь выбор, все будет хорошо. Неправильный, все будет плохо. Я бы здесь продолжил это хорошее сравнение. Давайте вспомним собачье сердце и профессора Преображенского. Гениальная фраза о том, что разруха, она прежде всего разруха в головах, понимаете, она касается и этого тезиса. Самое главное, чтобы в данной ситуации тот кризис, который есть и продолжается, он не стал кризисом в головах людей. То есть, чтобы люди не смирились с этим, а искали пути выхода. И здесь бы я сейчас поговорил именно о банковской системе, потому что при правильном развитии событий, банковская система могла бы стать тем локомотивом, который бы потянул за собой экономику. Я прошу прощения, Валерий, вот вопрос у меня. Вы, на мой взгляд, абсолютно справедливо говорите о неких людях, в лице которых мы можем видеть локомотив, который в нужную сторону нас. А кто эти люди? Это обязательно политическое руководство, это обязательно какие-то значимые фигуры даже на экономическом небосклоне. Кто эти люди? Или каждый из нас в частности на своем конкретном месте? Здесь есть еще одно хорошее сравнение о роли личности в истории. Так вот, всегда тот человек, прежде всего это тот человек, за которым пойдет значительная часть людей. Для того, чтобы за ним пошли люди, должна быть идея. Эта идея, она должна исходить либо в любом случае от человека, которого услышат. Неважно, политик он, человек, который занимается экономической деятельностью, либо это просто, ну, скажем так, человек, имеющий доступ к интернету. Мы видели, как интернет-сообществом... Валерий, я прошу прощения, сейчас время послушать новости на Финам.ФМ, и потом мы продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы говорим на тему пути развития российского банковского сектора на фоне глобальных проблем в экономике. Я еще раз представлю моих гостей. Студия Анатолий Аптюхов, член Совета директоров Федерал Финанс Групп, и Валерий Петров, финансовый аналитик, заместитель председателя правления Института развития финансовых рынков. Собственно, давайте продолжим сразу же нашу беседу, тем более, что она так неожиданно сначала, вроде бы, в лирическое отступление пошла. Но в любом случае мы говорим о вещах достаточно важных. Так вот, роль личности в истории, Валерий. Так вот, и продолжая идею о роли личности, естественно, в первую очередь взгляды сейчас обращаются к политикам, да. Учитывая текущую политическую ситуацию в нашей стране, мне кажется, те рычаги, которые есть у власти муж, сейчас вполне достаточно для того, чтобы принимать правильные решения. И надо отдать им должное, вот в последнее время, после того, как вот минул этот протестный год, связанный с выступлением как формальной, так и неформальной оппозиции, у меня сложилось впечатление, что реальная власть услышала и стала предпринимать какие-то шаги. Вопрос, насколько они эффективны. И вот здесь, мне кажется, нужно опять-таки вернуться от роли личности к экономическим показателям и поговорить именно о них. Да, я не возражаю. И тем более, давайте поговорим о заявленном, да, в нашем названии, заявленной отрасли, поговорим о банковском секторе. Единственное, что если уж мы возвращаемся опять неоднократно сегодня к кризису восьмого года, один из, так сказать, наиболее пострадавших, да, секторов экономики, это банковский сектор, ну, наверное, это и не только в России, и в Америке прежде всего, и в Европе, и так далее, и тому подобное. Говоря о продолжении, об эскалации этого кризиса, ну, или о возможности такой, наши монетарные власти, наши, так сказать, чиновники все-таки заявляют, очень часто мы это слышим, что сейчас нельзя сравнивать напрямую, да, ситуацию восьмого года и нынешнюю ситуацию, потому что, как минимум, банковский сектор, да, сейчас более подготовлен к кризису, ну, и дальше по списку. Во-первых, так ли это, Валерий, на ваш взгляд? Если посмотреть на банковскую систему, то ее, как бы, можно разделить, условно, конечно, на две большие группы, на три большие группы. Первая группа – это банки, банки, которые имеют отношение к государству, прежде всего, Сбербанк, банк ВТБ и, соответственно, Ростсельхозбанк. Вторая группа – это банки, имеющие западные корни, и третья – все остальные. Что бы ни говорили про банковскую систему, всегда нужно, опять-таки, отталкиваться от фактов и от цифр. Если мы посмотрим на цифры, то уровень капитализации нашей банковской системы, он мизерный. Если, допустим, отбросить Сбербанк, то уровень капитализации всей банковской системы равен примерно уровню капитализации одного американского банка из второй десятки. А степень капитализации всей нашей банковской системы может покрыться одним большим банком мирового уровня. Поэтому, конечно, одна из важнейших проблем – это наращивание капитализации. В условиях кризиса это сделать крайне сложно. И мы помним все, что Центральный банк принял программу, стратегию развития до 2015 года. Надо отдать ему должное. Очень много из этой стратегии он старается делать. И что-то у него получается, что-то получается не очень. Но мы понимаем, что нельзя, как говорится, идти поперек течения, смоет. А по течениям я здесь имею в виду прежде всего мировые экономические процессы, основанные на том, что ликвидности свободной в мире нет. Все, что есть, это просто напечатанные деньги, которые даются либо через программу ЛТРЕ, либо через программу, которую реализуют Соединенные Штаты. И они напрямую в банковскую систему не попадают и не должны попадать. Соответственно, деньги, где могут брать банки? Либо у государства. И поэтому сейчас, когда мы смотрим на банковскую систему, допустим, кто проводит операции корпоративного уровня, которые могут действительно что-то влить в нашу экономику, да, тот же банк ВТБ. Потому что он такой хороший, да нет, просто исторически он за ним стоит в государстве. Кто успешнее всех провел IPO? Тот же Сбербанк. Потому что он такой хороший, да нет, да потому что те возможности, которые у него были, смогли заинтересовать западных инвесторов. Могут аналогичные шаги провести коммерческие банки? К сожалению, нет. Отсюда делаем вывод, что для того, чтобы банковская система смогла выполнять свою главную роль, а именно реинвестировать собранные деньги в экономику, необходимо создать условия, когда все источники этих средств, а в данной ситуации два источника основных, это зарубежные средства и средства россиян будут находиться в банках не потому, что кто-то приказал, а потому, что это выгодно прежде всего их владельцам. Ну то есть в данном случае да, либо это инвесторы иностранные как владельцы этих средств, либо это наши сограждане, которые несут с удовольствием. Но вот с точки зрения иностранных надеяться не на кого. Отток средств 85 миллиардов, о чем мы говорим? Никто на глючки золотой каемочке ничего не принесет. Основу составляет естественно депозиты. Но здесь у нас другая проблема возникает. Первую проблему недокапеллизации мы сказали, вторая проблема это плохое качество кредитного портфеля. Опять-таки обратимся к цифрам. На протяжении последних нескольких лет невозвратные кредиты составляют приблизительно от 9 до 10 процентов. Представляете, десятая часть кредитного портфеля это, извините меня, мусор, соответственно, который нельзя вернуть. Рано или поздно по этим долгам платить придется. Понятно, что сейчас провели рекапитализацию, сейчас центральный банк помог выйти из тяжелой ситуации после 2008 года. Но, к сожалению, тех денег, которые зарабатывают банки, недостаточно. Опять-таки обратимся к чему? К цифрам. 25 процентов это было роя до 2008 года. То есть на капитал они зарабатывали до 25 процентов. Какая сейчас роя? В лучшем случае 15 и имеет тенденцию к снижению. Посмотрим, какие требования при этом подъявляет центральный банк к коммерческим банкам. Требования по увеличению капитала. Понимаете? Если сейчас у нас 180 миллионов максимальное требование, в будущем оно будет от 250 до 500. Значит, следует ждать как минимум 300. откуда эти деньги возьмутся? Опять-таки только если кто-то захочет декапитализировать из больших компаний. А здесь круг замыкается, понимаете? Здесь возникает вопрос курицы и яйца. Коммерческие банки, я не беру сейчас там ВТБ или там другие госбанки. Условно коммерческие. Да, условно. Коммерческие банки, они не могут составить конкуренцию госбанкам. Почему? Потому что те могут получить дешевые пассивы, соответственно, дешево их отдать крупным компаниям по низкой ставке на длительный срок, либо те компании могут сами подкредитоваться за рубежом. Соответственно, заработать на больших клиентов коммерческим банкам негде. Раз. Значит, если мы говорим про привлечение средств с рынка, имеется в виду в капитал, а декапитализацию надо как-то делать, то здесь необходимо привлекать новых инвесторов. Запада они придут? Они не придут с Запада, остаются только наши. И знаете, все, кто хотел из наших получить собственный банк в своей финансово-промышленной группе, он получил. Поэтому вот эта тенденция к уменьшению количества банков, к сожалению, она продолжится. и вот по моим прогнозам к 2020 году я думаю, что мы дойдем где-то до цифры может быть 500 банков и так далее. Хотя я считаю, что это неправильно, что это плохо, потому что при такой большой стране всегда есть место маленьким банкам, особенно региональным. А сейчас сколько банков? Формально там есть большая разница между общим количеством зарегистрированных банков и порядка 900 и количеством реально работающих. Потому что часть из них находится в санации, часть находится ну просто в замороженном состоянии и так далее. Реально работает там порядка восьми сотен банков. И тенденция к снижению продолжается. Ну и да, вот Валерий свое мнение высказал, Анатолий, действительно, что сокращение количества банков это негатив для банковского сектора. Хотя другая точка зрения, зачем нам много каких-то непонятных, плохих, давайте вот мы очистим это дело и все будет. Сокращение в общем, наверное, это и хорошо иногда. Я вот полностью согласен с коллегой, подпишусь под каждым его словом, то есть имею абсолютно такую же точку зрения, только одно короткое дополнение, в этой ситуации радует, наверное, наличие все-таки коммерческих банков. То есть, на мой взгляд, банковский сектор... То есть, неважно, какое их число, главное, что они есть. То есть, банковский сектор, он все-таки сейчас конкуренто... способный, то есть, там есть конкуренция, то есть, не все так жестко регулируется государством. Если тот же Сбер, допустим, захочет что-то вот очень съесть кого-нибудь, то у него не сильно получится, потому что клиенты не обязательно к нему пойдут. Есть на рынке услуги аналогичные, и ценовое предложение, оно плюс-минус... Ну, с другой стороны, опять мы говорим, да, что Сбербанк, он очень близок к государству, у него ресурсов просто гораздо больше. В этом случае неконкурентно. Да, все правильно, тут надо не забывать, что все-таки центральный банк, лицей государства приняли программу на приватизацию, да, и если, я напомню, если кто-то забыл, что цель, допустим, отношения Сбербанка это уменьшение до 50%, не более 50% доли государства, опять-таки, при условии, что доля вкладов частных лиц снизится в Сбербанке до 50% от общей доли, сейчас она гораздо больше, как вы помните, 60% там. А что касается, допустим, банка ВТБ, то уже сейчас будет снижена до 65% доли государства, но здесь надо обязательно обратить внимание на какой нюанс. И здесь, собственно говоря, мы говорим о решении двух задач. С одной стороны, это задача приватизации, привлечения денег в бюджет для государства, с другой стороны, мы говорим о той задаче, с которой я начал, главной проблеме это докапитализация банков. И здесь бы я обратил внимание именно коммерческих банков на тот опыт, который можно извлечь из работы государственных банков. Конечно, у них многое делается проще по объективным причинам, но, например, смотрите, возьмем, допустим, банк ВТБ, которому еще предстоит СПО. они на совершенно другой уровень поставили систему работы с акционерами. Конечно, их заставила жизнь, так называемая народная ПО дает себя знать, но, тем не менее, они создали специальное подразделение, у них есть, которое занимается акционерами. Есть совет КСА, который занимается, принимает все заявки акционеров, проводит обучение и так далее, и так далее, и так далее. Я прошу прощения, прервемся, послушаем новости на Финал ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир, сухой остаток на Финал ФМ. Сегодня говорим о российском банковском секторе, о путях его развития, тем более, что общий фон негативный, ну, фон имеется ввиду глобальных событий в экономике. Значит, напомню, сегодня в гостях Анатолий Артюхов, член Совета директоров Федерал Финанс Групп, и Валерий Петров, финансовый аналитик, заместитель председателя правления Института развития финансовых рынков. Валерий, до новостей мы говорили, да, о банке ВТБ. Я продолжу идею, на примере банка ВТБ, о чем идет речь, о капитализации через публичное размещение. Конечно, это не касается маленьких и средних банков, но крупные банки, они вполне, им вполне по силам, по силам заинтересовать как зарубежных, так и достаточно состоятельных российских инвесторов с точки зрения привлечения достаточно дешевых денег именно через этот канал. Если размещение ВТБ пройдет нормально, я думаю, что это зависит в основном от двух причин. Это прежде всего от мировой конъюнктуры. К сожалению, вот то, что происходит в последние дни, оно с одной стороны было ожидаемо, имеется в виду коррекция, да, с другой стороны, конечно, у любого здравомыслящего человека начинает складываться 2 плюс 2 в главе, когда одновременно на 300 долларов, извините, до 1300 хвостиком падает золото, когда корректируются фондовые рынки, и тут вдруг всякие какие-то взрывы происходят. Понимаете, вот как бы невозможно не объединить все эти события в одну цепочку, и здесь вот, к сожалению, мы видим только мозаику, а я так подозреваю, что есть люди, которые видят картинку сверху, и... Есть, наверное, люди, которые складывают эту мозаику, если уж продолжать. Да, да, и вот у меня такое ощущение, что действительно есть люди, которые складывают эту мозаику, и здесь вот нам самое главное не ошибиться, имеется в виду нам, тем, кто занимается экономикой, кто занимается банками, не ошибиться с точки зрения принятия правильных решений. Вот проецируя эту ситуацию на, допустим, тот же СПО, тот же СПО, ВТБ, или там какого-то другого банка, надо правильно выбрать время для выхода на рынок. Сейчас оно, к сожалению, упущено. То есть были самые высокие показатели, то есть... Ну, Сбербанк, видимо, успел, да? Сбербанк успел, да. Ну, смотрите, СНП с ноября месяца отросло практически на 200 пунктов. Это огромный тренд. Деревни растут до небес. Коррекция будет. Все это понимают. Ну, нет, все это понимают. Более того, мы говорим об этом уже на протяжении месяца, каждый день, вот-вот-вот-вот-вот. А если уж говорить о движениях на финансовых рынках, то очевидная раскорреляция. Мы-то падаем, а американцы растут, и ничего тут не придумываешь. А здесь как раз все очень просто объясняется. У нас-то мы-то падаем не потому, что они растут, да? Наоборот, мы чуть-чуть иногда растем, потому что они растут. А мы падаем по трем основной причинам. Главная причина – ликвидности нет. То есть мы делали вид, что мы растем только тогда, когда это было интересно спекулянтам. Как только спекулянты поставили крест на нас, денег вообще не стало, и, собственно говоря, любой чих, а в данной ситуации по словам чих, я понимаю, снижение цены на нефть, он приводит к тому, что мы начинаем играть против мирового рынка. Против мирового рынка. О, как. Ну, как минимум, да, с точки зрения движения, да, графиков, это выглядит именно так. Вернемся к банковскому сектору, или, если позволите, к нашей российской банковской системе. Я хотел бы вот, какие от вас услышать комментарии. Ну, некая монетарная политика, это, собственно, идея каждого центрального банка. Сейчас мы говорим о смене главы российского центробанка. Изменится ли, на ваш взгляд, монетарная политика с приходом госпожи Набиулиной? В какую сторону и насколько это позитивно для, да, и для банковской системы, и для экономики России в целом, учитывая замедление темпа роста, да, учитывая высокую, тем не менее, инфляцию и прогнозы по инфляции достаточно высокие. Анатолий, на твой взгляд, как себя поведет новый глава центробанка? Возвращаясь к теории роли личности в истории. Вот, вот, я хотел, да, именно превью такое сделать. Возвращаемся, да. Насколько я понял, в принципе, система расстановки руководителей в верхах нашего государства, каждый человек получает позицию не просто так, а с какой-то определенной программой. То есть, как вот у коммерсантов есть бизнес-план, у акционеров защитил, значит, вперед исполни. У нового руководителя центробанка, естественно, есть программа, и более того, насколько я понял, она уже начала реализацию своей программы. Ну, пока, видимо, вербально только, да, еще? Ну, вот, насколько я понял, были публикации о том, что собирается центробанк смягчить некие требования в части кредитования, в части финансирования реального сектора экономики. Это, в общем, очевидно, это хорошо. Не могу сказать, я боюсь, просто диалектика природы работает всегда и везде, но надеюсь, что все-таки это... Если бы рассуждать, да, элементарными категориями, экономика замедляется, ставка рефинансирования высокая, ну, и требования, так сказать, да? Но, с другой стороны, снижать ставку рефинансирования существенно или даже там уже декларировано не считают необходимым сейчас. Ну, в любом случае, нужны какие-то стимулирующие меры, да? Их не так много все-таки. А вот непонятно тогда, как их использовать, если все-таки вот ставка этой снижаться не будет. Не совсем понятно мне. Валерий. Ну, как у нас говорят, не все так, как кажется. А точнее, все не так, как кажется. Все не так, поэтому здесь, конечно, нужно подойти системно. Так как госпожа Набиулина очень опытный экономист, то я думаю, что во главу угла своей политики, безусловно, она поставит закон Центрального банка, который гласит о том, что основная роль нашего главного банка, страны, в том, чтобы поддерживать стабильность рубля и, соответственно, стимулировать развитие экономики. На это что накладывается? На это накладывается тот тезис, который выдан президент, когда выступал перед Федеральным собранием, а я напомню, что он сказал, что в некоторых странах Центральный банк еще и помогает бороться с безработицей и стимулирует развитие экономики. На кого он намекал, мне интересно. Я, честно говоря, не берусь за точность цитаты, но смысл я для себя понял так. Извиняюсь, если я, может, сказал что-то... Ну, два направления это понятно. Поэтому здесь достаточно логично, если перенести, скажем так, вот эти два источника закона ЦБ и видение президента на те экономические механизмы, которые использует Центральный банк в своей работе. Как работает Центральный банк? В теории там все очень просто. Там идет либо инфляционное тагетирование, либо тагетирование курсовое. По-русски говоря, это значит, либо он проводит свою политику так, чтобы инфляция не превышала какого-то определенного уровня, либо он поддерживает курс национальной валюты в соответствии с тем значением, который вот задан, исходя из необходимости той текущей экономической ситуации, то есть для экономики. Как мы привыкли работать? К сожалению, мы привыкли работать именно с точки зрения тагетирования курса рубля. У нас есть валютная корзина, у нас есть примерное значение рубля, и мы знаем, что даже если сейчас переложиться из одной валюты в другую, то многое не потеряем. Что может произойти? Может произойти то, что собственно говоря произошло во всех развитых экономиках мира. Центральный банк начнет работать именно с точки зрения таргетирования инфляции. Здесь какие риски могут возникнуть? Во-первых, при таком подходе возникают достаточно серьезные колебания рубля. на длительном промежутке времени. Этого бояться не надо при условии, если действительно работа цитрального банка будет хорошей. То есть инфляция будет в пределах, которые задает бюджет. А бюджет, как известно, основной закон, по которому работает и правительство, и живет вся страна. При этом получается, что если мы отпускаем рубль в свободное плавание, поддерживая бюджет, поддерживая бюджетный уровень инфляции, то центральному банку, конечно, придется гораздо сложнее, потому что в этой ситуации основной механизм, который успешно работает на Западе, а именно ставка рефинансирования, в нашей стране работает гораздо хуже. Мягко говоря. Да, мягко говоря. Поэтому здесь на первый план выходят вопросы изменения технологии рефинансирования банков, а именно тогда мы можем сразу предположить, что будут изменяться условия принятия залогов для выдачи кредитов со стороны центрального банка коммерческим банкам. Будут изменяться достаточно гибко должна меняться ставка рефинансирования для того, чтобы давать ориентиры банкам, чтобы они могли кредитовать промышленность, экономику под более выгодные, приемлемые для них проценты. И в принципе, казалось бы, все это могло бы и сработать, но здесь опять возникает еще одно но. Дело в том, что сами хозяйствующие субъекты, они так же не вышли из кризиса, как и банки, а поэтому у них есть две очень большие проблемы. Во-первых, либо отсутствие необходимых залоговых активов, под которые можно это получать, либо отсутствие тех экономических результатов, которые могли бы позволить им рассчитаться по той ставке, по которой они получают кредит. И получается опять замкнутый круг. Разорвать его можно, собственно говоря, только, как мне кажется, одним путем, на данном этапе. Это если мы на уровне государства будем запускать достаточно серьезные, большие инфраструктурные проекты, в которые будет вовлечено большое количество хозяйствующих субъектов. Примеры есть уже таких проектов. Да, вот здесь вот, опять-таки, одна надежда на то, что после всех этих громких дел по разоблачению чиновников, коррупционеров и так далее, и так далее, в Ростов все-таки будет не такое огромное, когда у нас по некоторым объектам из одного миллиарда превращается в восемь. Я имею в виду объекты Олимпиады. Понимаем, о чем речь, конечно. Ну вот опять, я соглашусь, замкнутый круг. Замкнутый спираль такая, замкнутая спираль. Вот мы движемся, движемся, действительно. Согласен. Внутреннее потребление, внутренняя инфраструктура. Давайте развивать. Огромное количество денег. Я помню, ну хорошо, да, они заканчиваются. Имеет свой запяток. Кто-то из ваших коллег в одном из эфиров сухого остатка действительно об этом же говоря, повторял, что есть у нас, да, вроде бы и средства есть, есть значит, и желания, и возможности, да, какие-то объективно абсолютно адекватные взгляды на вещи, но куда вкладывать деньги-то куда? Потому что если ты положишь их сюда, то результаты не будет и денег тоже. С точки зрения куда вкладывать деньги, в принципе, ответ-то тоже есть, да, как бы прежде всего оттолкнемся от того, куда они вкладываются сейчас. Сейчас они вкладываются в короткие спекулятивные проекты, прежде всего это торговля. Понятно, что сейчас большая отдача, чем торговля, ничего не дает, если мы говорим про реальный инфраструктуру. Нужно, чтобы эти деньги, которые государство вложит через свои большие инфраструктурные проекты, они бы оказали влияние именно на экономическую инфраструктуру. Дело в том, что вложение в инфраструктуру, допустим, спортивную, это неплохо, да, особенно, когда там строятся дороги и так далее, стадионы какие-то, но, к сожалению, они не позволят нам выйти на мировой уровень именно экономического развития, конкурентоспособности. Поэтому, мне кажется, что здесь... Они не позволят, почему? Они не будут соответствовать этому уровню или просто это немножко другая история? Это просто другая история, не в том направлении, понимаете? Ведь попытка-то была сделана, причем правильная, как мне кажется, были определены узловые точки конкурентоспособности страны. На фоне этого появились там Роснано, Сколково, Сколково, РВК и так далее. Но ВОЗ-то и ныне там, понимаете? Вот это вот... Они не стали точками роста, а вот нам нужно сделать такие инфраструктурные проекты, которые должны стать точками роста. Тогда это вернется. Критерий простой. Продукт, не важно, что это будет, услуга, это будет, там, не знаю, компьютеры, все что угодно. должно быть на уровне мировой конкурентоспособности. Это будет, прорыв будет, не будет, опять будем топтаться на месте. Что сейчас, собственно, и происходит. Что же делать тогда? Видимо, да, видимо, наша с вами задача придумать, что это за продукт, который будет конкурентоспособен на мировых рынках, который, ну, я думаю, что если бы кто-то знал это, то мы бы уже семимильными шагами я с тобой и не соглашусь. Или кто-то это знает, но молчит по определенным причинам, потому что это не так эффективно. Здесь, конечно, простых ответов-то нет. Конечно, конечно. Понятно, что не надо делать, да, главное не допустить бунта российского, да, бессмысленного и беспощадного. это вот, то есть стабильность, если мы, там, переходим от этой шутки к серьезной теме, стабильность это основа развития, да, посмотрите на Китай, потому что именно за счет стабильности к нему пришли все мировые инвестиции. Согласен. Друзья, еще раз новости на Финам.фм, послушаем и потом продолжим. Ну что ж, уважаемые слушатели, последняя часть нашего эфира, сухой остаток на Финам.фм, меня зовут Олег Дмитриев, в гостях сегодня Анатолий Артюхов, член Совета директоров Федерал Финанс Групп, и Валерий Петров, финансовый аналитик, заместитель председателя правления Института развития финансовых рынков. Мы ищем пути развития российского банковского сектора, ну и в принципе уже особо не мельчим пути развития экономики России в целом. Мне очень понравился этот ваш пример, вы рядом с Китаем, вы в какой-то степени, сегодня с кем-то я разговаривал, начинали перестройку примерно в одно и то же время, да, там, конец 80-х, начало 90-х, и если отследить прошедшую, да, эту эпоху, 20-летнюю, 20-летнюю, где Китай, где мы, с чем это связано, ментальность, подходы политические, экономические, Валерий, как вы думаете? Да нет, здесь надо смотреть опять-таки в корень, основы экономики это всегда деньги и средства, да, то есть средства, под средствами я понимаю те активы, которые из этих денег делают реальный продукт, который в конце концов находит своего потребителя, поэтому если мы говорим почему Китай там, а мы здесь, то причины основные три, прежде всего, первая группа причин это называется предпосылки, предпосылки, предпосылки можно отнести те вещи, на которые мы не можем повлиять, например, географическое положение Китая, потому что, да, там есть такие районы, в которых можно сразу организовывать производство, и это не надо там ни зимнее отопление проводить, ничего, ничего, и там же коммуникационные какие-то вещи, там выход к морю, у нас тоже, я предположу, есть такие районы в России, есть, но, помимо этого, извините меня, в Казверо-Краснодарский крае, посмотрите, там не так все плохо, между прочим, там даже очень хорошо, да, Наталья, вот, второй момент, это стабильность, политическая стабильность, которая позволила заинтересовать мировых инвесторов, и то, чего нет в России, что такое бизнес, прежде всего, на первом месте стоит одно слово, доверие, да, нет доверия, нет бизнеса, и третье, конечно же, это рабочая сила, для современного производства особых гениев не надо, понимаете, нужно, чтобы было достаточно много аккуратных людей, которые могут выполнять работу в условиях конвейера, и так много за это требовать денег, но, собственно, и так много за это требовать денег, вот, как говорится, условия, и так как Китай удалось достаточно длительный промежуток времени это поддерживать, они оказались там, где они есть, а мы остались там, где мы есть, потому что мы, собственно говоря, эксплуатируем наши природные запасы, вместо того, чтобы развивать социум и экономику, но, к счастью, как мне кажется, для нас, у нас не все потеряно, почему? Потому что тот потенциал, который есть в России, он не только не исчерпан, он даже на 10% еще не освоен, почему? Потому что основу современной конкурентоспособности все-таки составляет, как это неудивительно будет сказано, это способность работать с информационными ресурсами, все последние, те последние 100 лет развития цивилизации, это, собственно говоря, они крутились вокруг одного, способов получения, хранения, использования информации. Человеческий потенциал у нас огромный, все остальное, чтобы произвести технологические, технические продукты для реализации вот этой информационной революции, они у нас есть. осталось только одного сделать, чтобы это было достаточно стабильно, имеется в виду в стране, и при этом это было интересно всем видам инвесторов, да, а вот этого у нас почему-то не происходит, нет доверия. Бизнес, как-то вот мне кажется, нужно, чтобы, вот я бы такую форму сказал, для того, чтобы что-то началось, не для того, чтобы мы все достигли, а для того, чтобы началось. Первое, что нужно сделать в России, это, в том числе, и для развития банковского сектора, это обеспечить доверие между теми, кто готов вкладывать деньги, и теми, кто готов получать эти услуги, и теми, кто контролирует, чтобы все это происходило по закону. Вот между этими тремя группами, даже назовем это лиц, если доверие возникнет, тогда будет все хорошо. Толь, ну а, собственно, основные, да, или там, какие-то первоначальные пути в этом направлении мы можем как-то сейчас определить вектора? Из всех предпосылок, которые помогли Китаю стать тем, кем он стал, меня больше всего пугает слово стабильность. Мне не нравится это слово. Почему? Не знаю, почему. Ну, подожди, мы можем в разных отекциях просто это слово интерпретировать, да? Вот, вот именно, да, я об этом и хотел сказать. Мне больше нравится, в том числе и применительно к банковской системе, нравится слово прогнозируемость. Не обязательно, чтобы это все было одинаково и все шло постоянно и стабильно. Но для того, чтобы люди принесли свои деньги в банки и для того, чтобы люди банковскими услугами пользовались, они должны знать, что будет происходить через три года, через пять, через десять. Потому что, ну, взять самый бытовой пример, там, та же ипотека, но я думаю, что очень долго сейчас люди думают, чтобы взять кредит, там, на десять лет. Где я, а где десять лет, так называется. Поэтому стабильность меня пугает. Подожди, ну, хорошо, вот люди думают, да, брать кредит, не брать кредит, потому что они прежде всего ориентируются на процентную ставку, да? Где через десять лет, сколько это, как и так далее. То есть снизили сейчас процентные ставки до каких-то, ну, условно говоря, приемлемых уровней. Сложно сказать, что такое приемлемый, да? Если в Америке это там два-три процента, какие у нас тут были приемлемы? А где снизились ставки? У нас девять. У нас премьер сказал, должен быть там. Вот, вот, вот. Подожди, предснизили ли это? Предположим, нет, нет, я понимаю, что еще по факту ничего не случилось, но предположим, снизили до девяти процентов. Это изменило ситуацию? Она стала предсказуемой? А что, что, что да? Она абсолютно непрогнозируемая, потому что премьер сегодня сказал девять, завтра скажет одиннадцать. Нет, главное то, что сегодня девять, а прошло там год-два и опять там четырнадцать. Вот стабильность это не хорошо, а прогнозируемость, смотрите, люди не несут деньги в банк. Почему? Потому что сегодня одиннадцать по вкладам дают, завтра двенадцать, послезавтра тринадцать. Зачем? Я подожду, вдруг до восемнадцати поднимется и так далее. Я вот так, на более низкий уровень спущусь. В Китае я думаю, что уже много-много лет и знают, что там условно в год увеличивается или уменьшается с определенным коэффициентом эти значения. Поэтому люди спокойно совершенно ходят на работу, берут деньги, дают деньги банкам, и все это работает. Но я не уверен, что там и экономическая ситуация, и все остальное, как было десять лет назад в Китае, так же и так. Там та же самая Компартия, она очень гибкая. И она подстраивается под мировую конъюнктуру и делает всяческие выводы, экономические и политические. Ну, в любом случае, да, это, наверное, проблема формулировок. Я так понимаю, что и Валерий-то под стабильностью подразумевал не совсем то, что мы... Ну, конечно же, не замороженность, а под стабильностью это именно предсказуемость. Да. Из наших лихих 80-х я стабильность вот именно с этим ассоциирую. Ну, понятно. У тебя просто есть опыт жизненный такой негативный. Именно предсказуемый. Ну, почему негативный? Он, с одной стороны, негативный, а сейчас, вот, в последнее время стабильность всем очень нравится. Согласен. Предсказуемый, да, в данном случае, собственно, корень-то всех побед. Чтобы, как говорится, не было, как в известном лозунге наших оппозиционеров, которые говорят про одну из наших партий. Наверное, стабильно, дорого, плохо, да. Ну, вот, как бы, мы не про это. Мы про то, что стабильно, это значит стабильно хорошо. Вот, мы, конечно, имеется в виду, что стабильно, предсказуемо и динамично развивающиеся в понятном направлении. Но, в конце концов, мне кажется, что вот мы ходе этой дискуссии договорились об одном, что доверие это тот первый шаг, которого не хватает, как всем трем сторонам и власти, и, допустим, банкам, и клиентам этих банков для того, чтобы запустить ту программу, которая, механизм, которые, на самом-то деле, они написаны, эти программы, они написаны и в лице центрального банка. Очень хорошая стратегия, там ничего плохого нет. Все идеи, начиная там от капитализации, то, что сделать Москву финансовым центром, то, что внедрять самые новейшие технологические методы работы, контроля, обеспечивать надзор не по факту происшествий, а на упреждение, на упреждение и так далее, и так далее. Там все слова и мысли абсолютно правильны. Для того, чтобы все это заработало на практике, как мы понимаем, необходимо, чтобы вот по этим жилам, которые пронизывают нашу экономику, побежала кровь. А под кровью, я понимаю, конечно же, деньги, понимаете. А деньги не побегут, пока вот тот, кто ими владеет, туда их не запустят. А без доверия ничего не произойдет. Ключевое слово доверие. Может быть, банальная вещь, но тем не менее, действительно, это так. Это так, согласен. Правда, извините, немного времени у нас осталось. Все-таки, если опять возвращаться в нынешние реалии, все ли сейчас, опять говорим о глобальном мире, все ли сейчас упирается именно в ситуацию в России? Может быть, есть некие другие кровеносные сосуды, по которым сейчас течет кровь, именно потому, что так должно быть? Здесь вы абсолютно правы. Я прежде всего напомню всем, что мы вступили в ВТО. У нас есть таможенный союз, и, конечно же, отдельно Россию вне мирового сообщества рассматривать нельзя. К счастью, для нас мы достаточно самодостаточны, извините за тавтологию. Наследием Советского Союза, когда мы даже, начиная от галоши, заканчивая ракетами, все сами производили для себя, многое осталось. И сейчас наша задача как раз строится в эту систему мирового разделения труда. Как раз нам-то и не хватает того, чтобы мы никак не можем найти свою нишу, тот продукт, который будет конкурентно способен. Раньше казалось, вот сейчас мы космические аппараты будем запускать для всего мира. А, к сожалению, видите, не смогли. Самые последние веяния, что мы кормить будем весь мир. Ну, дай бог. Но, как выяснилось, менее 50% наших... Мне еще показалось, вот это наше советское прошлое, оно обуславливало такую, так называемую, политику гигантоманией. Что мы действительно, вот мы все можем. А может быть, это и неправильно, нужно сосредоточиться действительно на чем-то одном, и, так сказать, на уровень доверия. На уровень... Так работает весь мир, понимаете, каждый занял свою нишу. Но, опять-таки, к сожалению, нельзя говорить о справедливом распределении прав и обязанностей. Мы все понимаем, что, допустим, успех Соединенных Штатов, он базируется не на том, что они такие хорошие, умные и так далее, а для того, потому что после Бритонгутских соглашений у них возникло огромное конкурентное преимущество, которое они прекрасно реализовали. И поэтому, как вот, подводя итог как бы всему тому, о чем мы говорили, я считаю, что в России есть все необходимые условия для того, чтобы с честью выйти как из кризиса, так и, в частности, перестроить свою банковскую систему до того уровня, который был бы способен обслуживать экономику нашей страны точно, а в будущем, может быть, даже и уровень СНГ по итогам кризиса и мира. И мира. Ну, это уже более глобальные задачи, но в любом случае они реализуемы. Спасибо вам огромное. Уважаемые слушатели, я напомню, сегодня в гостях были Анатолий Артюхов, член Совета директоров Федерал финанс группы, и Валерий Петров, финансовый аналитик, заместитель председателя правления Института развития финансовых рынков. Вам, уважаемые слушатели, спасибо за внимание и всего хорошего, успехов на рынке. До свидания. До свидания. Анатолий Артюхов